Пенсионеру стрелявшему в соседей из-за спиленного дерева грозит большой срок. Коллектив индийского танца Сарасвати блеснул на сочинском фестивале. Котлас готовится отметить день железнодорожника. Накануне в Сочи завершился очередной международный конкурс фестиваля искусств Келленфест Сочи 2017. В этом году участие в нем впервые принял котласский художественный коллектив Сарасвати и завоевал на конкурсе почти все первые места. Расскажет подробно Денис Дворяшин. Этот фестиваль-конкурс творческое объединение Арт Келлен проводит уже несколько лет для всесторонней поддержки талантливых детей. Впервые в престижном соревновании поучаствовал и котласский образцовый коллектив индийского танца Сарасвати. И стал лучшим среди 15 конкурентов, завоевав 7 дипломов лауреата первой степени и 1 диплом второй степени. Также Сарасвати получил гран-при конкурса и сертификат в размере 60 тысяч рублей для оплаты поездки в Дубай на следующий фестиваль Арт Келлен. Впечатления большие, огромные. Мы еще до сих пор все на позитиве и как бы все приятные. Очень много лешных и хороших слов услышали от жюри и от соперников наших. Но все были, конечно, в восторге и не ожидали такого. Жюри просто как бы были в шоке от того, что мы им представили и показали, что есть такой коллектив, что в таком маленьком городе, котлаще. И то, что настолько все серьезно и настолько все профессионально. Для наших ребят это уже 26-й гран-при. Сейчас котлашане наслаждаются заслуженным отдыхом в Сочи. Но совсем скоро вернутся в родной город. Как всегда, с победой! К другим темам. Уголовное дело на 58-летнего котлашанина, который стрелял в своих соседей и едва не убил 39-летнего мужчину из-за спиленной лиственницы, направлено в суд. Подробности в материале Елена Ларева и Александра Потюкова. Напомним, эта история произошла еще в середине мая. Между мужчинами из соседних дворов по улице Лесников произошел конфликт. Котловским международным следственным отделом закончено предварительное следствие по уголовному делу по факту того, что 16 мая 2017 года во дворе дома на улице Лесников мужчина 59-го года рождения из охотничьего ружья произвел выстрел в двух своих соседей. Оказалось, что 58-летний котлашанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поспорил с двумя соседями, которые повалили и распиливали на части росшее у их дома дерево, посаженное когда-то еще отцом пенсионера. Мужчина схватил дома охотничье ружье и выстрелил в соседей. Одному из мужчин удалось отпрыгнуть в сторону, второй с огнестрельным ранением шеи и грудной клетки был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Пенсионер дал признательные показания и утверждает, что схватил ружье и произвел выстрел в порыве гнева, чтобы только попугать. При этом, как выяснилось в ходе следствия, мужчина не имел никакого права держать дома оружие. Было установлено, что ружье он хранил незаконно. По этому факту выделены материалы. В отдельное производство ружье он нашел на берегу реки и хранил на протяжении порядка пяти лет. Также незаконно изготовил патроны к этому ружье. Известно, что ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности, но по месту жительства характеризовался неудовлетворительно из-за пристрастия к спиртному. Наказание теперь ему определит суд, куда направлено уголовное дело. Однако за совершенное деяние, покушение на убийство двух лиц, Котлашанину может грозить до 20 лет лишения свободы. Всего за минувшую неделю в дежурную часть полиции поступило 104 сообщения о происшествиях, из них 55 о преступлениях. О некоторых происшествиях расскажет Денис Дворяшин. 21 июля на 45-м километре реки Вычигда один из рыбаков обнаружил в воде тело ребенка. Как выяснилось, 11-летняя девочка утонула еще 16-го числа в Ленском районе. Минувший вторник в полицию обратился житель города с заявлением о краже в Азовской десятке. Машина была припаркована у этого дома. По горячим следам воришка, 30-летний Котлашанин, был задержан. Как оказалось, кражу он совершил при помощи такси, попросив водителя отбуксировать якобы его автомобиль. Как известно, подозреваемый нигде не работает и ранее был судим. 22 июля в приемное отделение Котловской больницы поступил 9-летний ребенок с переломом грудного отдела позвоночника. Как выяснилось, эти травмы были получены при прыжках на батутах. Сейчас все обстоятельства этого происшествия уточняются. ОМВД России Котловский напоминает, если вы стали очевидцем или жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 или 22-822. Я их сейчас застану. Может, не надо? Может, лучше взрослых подовем? Я сам. Это не место для игр. Научите детей правилам электробезопасности. Не оставайтесь равнодушными. Помните, чужих детей не бывает. Далее в выпуске «Настроение дня». Таким его увидел сегодня наш оператор Александр Потяков. Далее в выпуске «Настроение дня». 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 Продолжаем. Сегодня день рождения гамбургера. В этот день, 117 лет назад, американский повар Луи Гессинг, родом из немецкого гамбурга, подал свой первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Мясо он подал между двумя ломтиками тоста. У современной версии бургера существует множество разновидностей. Вариации с булочкой и котлета из рубленого мяса предлагают даже мишленовские рестораны. С творениями закусочных и фастфудов их блюдо имеет разве что общее название. Вместо резиновой котлеты и синтетической булочки повара отдают предпочтение фуа-гра, черным трюфелям и говядине. Цена такого бургера может достигать тысячи долларов. Большинство людей, конечно, не могут себе этого позволить. Поэтому покупают бургеры в обычных сетях быстрого питания. А любят ли этого высококалорийного и вредного для здоровья выходца с другого континента Котлашани, узнаем прямо сейчас. Как вы относитесь к гамбургерам? Не очень хорошим. Почему? Комника лучше. Да, жирные, канцерогенные. Да я их еще есть бы не стал. А почему? Да, и не пробовал, и не хочу. Кроме нашей российской еды, лучше ничего нет. Хорошо, плохо. А почему хорошо, почему плохо? Потому что они вредные. А они вкусные. Да, они вредные, но вкусные. Оно все на масле, нездоровая пища, потому что там все в масле, вредная еда. Нет желания, я привык есть черный хлеб. Положительно. Вкусные? Питательные. Вредно, если ты больной. А вот нам с молодежкой все можем употреблять. Если еще хорошо, запить. Спецтехника, рабочие и бойцы строя отряда «Гандвик» отправляются на арктическую уборку. Судно «Полар Кинг» сегодня взяло курс на землю Франца Иосифа. Там ребята из строя отряда будут очищать от мусора национальный парк «Русская Арктика». Добровольцев провожали в торжественной обстановке. В Соломбальском терминале побывала съемочная группа наших северодвинских коллег телеканала «Свой регион». Уборка Арктики – дело государственной важности. Поэтому провожали бойцов высокие широты, лично губернатор Игорь Орлов, ректор Сафу Елена Кудряшова и руководство Нацпарка. Заранее предупредили, ребят посылают не на легкие подвиги. К Арктике нужно приспособиться. Но с началом пути бойцам повезло. Сам переход в данный момент несложный, потому что сейчас август месяц, то есть период более-менее хорошей, спокойной погоды. Поэтому переход до Александры – это первая наша точка на ЗФИ. Будет в хороших условиях, то есть без штормов. В течение двух месяцев отряд из 15 человек будет работать на островах Гукера и Хейса. Побороться за экологию севера вызвали студенты из Архангельска, Калининграда, Санкт-Петербурга, Новгорода, а также Республик Карелия и Коми. В пути ребят ждет приятная встреча. Завтра мы встречаем Арктический плавучий университет. Я думаю, что два наших судна встретятся в скором времени, поприветствуют друг друга. Ребята, которые на борту теплохода профессор Молчанов возвращаются в Архангельск, сдадут пост в Арктике. Ребята, которые сейчас идут на ЗФИ, примут эту эстафету. Ну и мы и тех, и других ждем, конечно, с победой, с новым опытом. На борт судна грузят грейдеры, камазы, ломовозы, контейнеры и топливо. Все это пригодится рабочим на архипелаге. Перед отправлением домой в трюмы загрузят мусор с островов. Теплоход вмещает до 6,5 тысяч тонн груза. Это не какой-то коммерческий проект, где люди работают, зарабатывают деньги. Это тоже очень важно. Это еще и романтический, душевный, творческий порыв молодых людей. Бойцов студенческого отряда, которые, осознавая все трудности, которые их ждут, все-таки идут на это. Госпрограмма по уборке Арктики рассчитана до 2020-го. Только в рамках Года экологии с земли Франца и Иосифа вывезут не менее 8 тысяч тонн отходов. Ксения Юдин, Алена Губаева, Максим Шукура. Специально для телеканала Котлас ТВ. А теперь о культурных событиях. Предстоящие выходные обещают быть насыщены разными мероприятиями. В субботу, 29 июля, ко дню профессионального праздника железнодорожника и в честь столетия нашего города, пройдет интересная праздничная программа. Торжественное открытие праздника состоится в 11 часов на сцене городского парка. В 11.40 там же торжественное открытие дорожного узлового уровня международных игр «Спортпоколение». Спортивные мероприятия продолжатся в течение дня на стадионе «Салют». В городском парке впервые в рамках праздника в полдень сочетают браком молодых железнодорожников. В 14 часов откроется турнир по силовому экстриму «Сильный человек». На площадке парка соберутся сильнейшие богатыри северо-запада России. Также в эту субботу котлашан и гостей города ждет широкая культурная программа, фотозоны, работа интерактивных площадок, концерт с участием коллективов и вокалистов города, эстрадная клоунада. Для детей в этот день аттракционы будут бесплатными. Такой подарок сделали железнодорожники маленьким котлашанам. Завершится праздник в 16 часов награждением победителей международных игр и праздничным дымным фейерверком. Подробная афиша мероприятий размещена в группе Котлас ТВ. В воскресенье 30 июля в 14 часов в городском парке пройдет первый городской фестиваль мыльных пузырей «Мыльное нашествие». Организатор котловского формата мыльного нашествия Андрей Стрекаловский обещает, это будет мега мощное пузырное мероприятие года. Ведь помимо Котласа шоу мыльных пузырей одновременно пройдет во всех уголках страны, от Камчатки до Краснодарского края. И даже в городах ближнего зарубежья. Тысячи людей запустят в небо миллионы мыльных пузырей. Для этого я предлагаю каждому принести по баночке, может по две баночки мыльных пузырей, для того, чтобы присоединиться к этому красивому действию. Фестиваль мыльных пузырей стартует в Котласе в 2 часа дня. Во время его проведения на территории парка будут работать фотозоны, различные игровые площадки, аквагрим. А на парковой сцене выступят лучшие творческие коллективы города. Вход на фестиваль свободный. Да, это абсолютно бесплатно. Я вот и хочу сделать акцент на том, что этот праздник проводится под девизом «Мы дарим вам праздник», потому что каждый человек, кто будет работать на этом празднике, работает абсолютно бесплатно. Все это, пожалуйста, приходите, ждем всех. Субтитры подогнал «Симон» Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального образования Котлас 21 августа 2017 года в 14 часов проводится аукцион по продаже муниципального имущества. Нежилое здание «Оранжерея» площадью 4961 квадратный метр и земельный участок площадью 14142 квадратных метра расположенный по адресу город Котлас, улица Кронштадтская, дом 25, корпус А. Начальная цена продажи – 3 миллиона 55 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются по 11 августа включительно. Телефон для справок – 8 818 37 2 16 29. И это все, о чем сегодня мы хотели вам рассказать. Далее в программе «Гороскоп» на завтра, 28 июля, после прогноз погоды и блок ценных новостей. Приятного вечера и до новой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова